Аккумуляторы премиум класса Веста Добрый вечер, Виталий, добрый вечер Ольга, приятно, что мы оказались сегодня у вас в гостях, ну расскажите немножко, что вы будете готовить, с чем сегодня, с каким рецептом познакомите болельщиков и зрителей у нас? Мы будем готовить мясо по-французски Скажите, как у вас такое повседневное блюдо или больше оно все-таки каким-то праздником, как раз к Новому году? Да, это праздничное блюдо, для нас оно, на каждый день мы его не готовим, ну, хотя любим Ну что, с чего начинается процесс? Сейчас я порезала уже мясо, оно у меня готово, вот, с луком замариновала, и мы натрем сыр, сверху посыпем, а нет, сначала майонезом, она с чесноком, Виталик мне, по-моему, поможет выдавить чеснок Прямо сейчас начну Да, мы это все сделаем с майонезом, мы смешаем и сверху посыпем сыром и украсим помидорчиком Виталий, как вы вообще помогаете, предпринимаете участие в процессе на кухне? Ну, редко очень, редко, да времени на самом деле нет, а так, ну, если жена просит, конечно, помогает Ну, а так вообще просто интересно, вот некоторые любят готовить, некоторым это прям вот вообще не нравится, вот вы к какой части, группе населения, так скажем, относитесь? Я просто, как говорится, всеяден, у меня нет такой вот оккультной виды, поэтому и у меня к этому нет такого большого интереса, что есть, то и ем, поэтому и, соответственно, сильно не увлекаюсь этим, там, изучением, как правильно готовиться, поэтому сам элементарно могу пожарить, разогреть, отварить, там, могу Нет, ну я, можно, не мешаю, если можно, перебью тебя, у него зато есть одна вот такая требование к Новому году Обязательно на столе должен быть холодец, несколько лет подряд, он, в общем, всегда его требует, никто на семье его, ну, я имею в виду себя и Виталия, не готовил Он всегда делал заказы, то моим подругам, то моей маме, то еще что-то И потом в один прекрасный миг он пройнул и сказал, нет, я буду сам его готовить, и второй год мой муж готовит сам холодец, сам чистит все, и косточки, и мясо, все делает сам Очень, причем, получается, потом сам же его ест и поливает там специально, там у него целая традиция Ну это супер, ну это ж такое трудоемкое весьма занятие На самом деле это все настолько просто, помыл, закинул, единственная у нас была проблема позапрошлом году, у нас электрическая, электрическая, как комфорка, правильно сказать, она, да Просто немцы не понимают, что можно что-то варить в 12 часов, и поэтому она автоматически выключилась, выключилась после 7 или 8 часов, и у нас это не докипело, как обычно, холодец не застыл Ну это был первый опыт, это был первый опыт, да, второй опыт мы уже, конечно же, там контролируем, просто мы уходили и оставили, думали, ну оно прокипит, и как раз мы должны были прийти к этому времени Приходим, оно вообще теплое, оказывается, немцы умнее, чем предусмотрительные, осторожные Да, предусмотрительные, да Спокойно наестся Да я никогда себя не сдерживаю в еде, никогда, 2-4 часа в сутки я могу в 12 часов ночи встать покушать, ну, слава богу, генетика позволяет, спасибо маме и папе, такую дали генетику, поэтому у меня проблем с этим нету, и, конечно, многие ребята завидуют, которые съедят там булочку и потом не знают, как от этого избавиться У меня проблем с этим нет, поэтому у меня хоть каждый день Новый год, но еще раз повторюсь, я не гурман еды, я есть, что есть, то и кушаю, и, в принципе, не очень много всего Так, сыр, я смотрю, вы натерли, да, какое дальше? Ну, сейчас... Что-то Виталик сначала сделает, да, он сначала пойдет Давай, я на этом столе буду делать Все интересуются, все видят, в основном, конечно, футболистов, все видят, как они на поле, там, периодически что-то о их жизни узнают А вот, ну, вот, понятно, такой очень банальный вопрос, но я думаю, что он всем интересен Каково это быть вообще женой футболиста, вот, ждать его постоянные сборы, командировки, постоянные игры, куда-то отъезды, как это вообще? Это очень интересно быть женой футболиста, это, во-первых По своему опыту лично, вот, по своему, во-первых, это ни капельки не тяжело На самом деле, вот, разлуки, которые, вот, вы говорите, по две недели, там, да, сборы Потому что они уехали на игры Это вот в бытовой жизни очень нам, ну, не только нам, мне кажется, вообще помогает Ты ждешь там уже, есть всегда, когда возвращается, у нас большая радость Я, там, готовлюсь к этому событию То есть у нас, пока мы лишены, я думаю, вот этой бытовой жизни Не изо дня в день, а одно и то же То есть у нас в этом плане такая жизнь Разнообразная А потом, я считаю, что наша карьера, вот, Виталика, карьера Слава Богу, удалась в том плане, что мы никогда не страдали в тех городах, где мы живем Нам, слава Богу, очень повезло Ну, в Москве был период, когда у нас чуть-чуть То, Виталий, с Москвой как-то не нравится город сам или... Да, именно проблема была, ну, Андрюхе было тогда чуть больше года И возникали проблемы, потому что на метро с ребенком, ну, практически нереально с маленьким Потому что, ну, все приятно знают, что такое метро, тем более московское И приходилось вызывать такси И еще тоже мы по глупости продали автомобиль Я подумал, что невозможно в Москве будет ездить на машине Но откатавшись полгода на такси Со словами, подскажешь, куда проедешь Проедешь, куда подъехать, да Все-таки опять купили автомобиль И, ну, конечно, напрягало то, что... И, может быть, это специфика то, что футбольный клуб Москва была за городом, была база Уже было ехать по Волгоградскому шоссе То есть я уезжал около десяти При одной тренировке я возвращался, наверное, в четыре, в пять, там, это в лучшем случае Ну, тем не менее, это опыт, полезный опыт Поэтому не было бы Москвы, не было бы Рубина После Рубина не было бы Краснодара Поэтому, что ни делается, все к лучшему Сейчас, наверное, в Краснодар особенно приятно вернуться Тем более, что это дом родной Ну, конечно, дом есть дом Что там говорить, я думаю, что все просто понимают Дела не в спорте, а вообще Поэтому я очень рад, что поступило это предложение Вообще, даже не раздумывалось, его принял Всегда, конечно, все равно в нас наша тема будет Я смотрю, разговор, точнее, будет перетекать все равно в футбол Невозможно от этого уйти Но все-таки постараемся немножко уйти Вот Новый год для вас, встреча Нового года Вот как в семье Калешиных происходит Новый год Все-таки он уже не за горами совсем Скоро все будут опять чокаться бокалами И поздравлять себя с наступившим Новым годом Как вот у вас? Это большая шумная компания Или наоборот это такой камерный, семейный окружен? Да, у нас второй вариант У нас, мы, во-первых, ну вот сейчас уже у нас взрослый ребенок Мы можем сказать, что ему 6,5 лет Да, мы в этом году могли бы куда-то уже пойти В принципе А до этого все-таки у него, ну не то, что режим там Ран наложился Мы никуда не ходили Но если честно, мы не страдаем от этого Мы прекрасно проводим время дома Накрываем стол У нас семейно Да, мы садимся Слушаем Путина Да, Путина Президента, не Путина, а президента Здесь же Путина, да Ну наряжаемся так все равно Толико одевает там рубашку Это какой-то там Наряд Да, наряд И дело в этом Смотрим салют Смотрим программу В этом году Последний Новый год Мы, по-моему, чуть ли не в полвторого Уже ели спать То есть все-таки экспресс Ну как-то да Но само собой так И просто друзья наши тоже Все семейные пары Даже если идти в клуб Ну или куда-то там В ресторан То есть не все могут И поэтому так получается Что мы в основном Первого числа или второго Уже встречаемся Где-то в ресторане Там детей, как обычно По бабушкам, по дедушкам оставить А то есть все равно потом, да Как бы дома отметили семейный Но все-таки Новый год Он же и считается семейным праздником Побольшим Ну в России Новый год длится сколько? 14 дней Поэтому мы успеваем Уже 9 Уже 9, да Ну в эти 9 дней мы успеваем Все равно пообщаться Со своими друзьями Без детей И поэтому в 31 мы полностью находимся дома Виталий, Ольга Вот когда вот был у вас Казанский период Это все-таки Татарстан Как бы немного другая культура И ну там Как в любой другой культуре Конечно же и кулинария присутствует То есть там Что-то вот было Какое-то знакомство Мы что-то готовить пытались Или что-то Ну с какими-то национальными блюдами И что-то запомнилось прям конкретно Есть что-то такое? У них, конечно, немножко Другие даже В магазинах Вот готовые блюда Уже продаются У них, не помню, как называются Как пирожки Там рубленое мясо Ну по-другому Вот они Язычки, по-моему Или какие-то Как они? Конвертики Или что-то такое Вот у них национальное блюдо Я попросила Мне в Казани Вот когда летели Там привезли Очень вкусное Вот Такой формы Да Это вот сахарная вата Ну на самом деле По вкусу Сахарная вата У нас красный Ну вообще Мне кажется Я нигде Такую не буду И чак-чак Сейчас Как-то с балкона Примечу Он тоже Немножко не так выглядит Чеснока Не хватит? Я уже устал Уже его Вампиров Не будет точно Вот И чак-чак Мы тоже Привезли Мы сегодня С вами попробуем Ну Немножко не в таком виде Как у нас Продается У нас маленький Покладочка Да Он немножко здесь По-другому Ну вот такие Сейчас В еде Не гурманы Мы с Виталиком Не экспериментируем Допустим Вообще В пище У нас Обычно Мы все заказываем То, что уже знаем То, что уже ели И поэтому Мы даже Может быть У них есть Какие-то там Свои Ну Баранину Я единственное Что баранину Начал кушать Раньше Баранину Вообще Не ела Так Ну все Виталий Подготовил чеснок Огромное количество Его Или как раз То, сколько нужно Не знаю Сейчас посмотрим По майонезу Как он Как он Смешается С ним То есть Все просто Майонез с чесноком Да? Да Это все перемешивается И такой чесночный соус Да? Можно сказать Получается Андрей Андрей Ну правильно Он пробу снимает Ну да Он у нас хватает Он снимает Пробу Все ли правильно Тут мама с папой сделали По стопам папа идет Виталик? Как вообще? Да Майонез Футбольный клуб Краснодар Занимается С удовольствием? Как? Ну Поначалу Конечно же Там Когда было подъем Мы сначала Тренировались В другой группе В 5 вечера Он спокойно ходил А потом нас перевели И мы рано утром Уже 8.15 Забыло Вставать Ну вставать в полседьмого И он так Не хотел А потом Втянулся И сейчас спокойно встает Даже сам спрашиваю Когда на тренировку Главное Не знаю Я не специалист Конечно По детям Но мне кажется Сейчас на данном этапе Задача Чтоб он Заболел Ну как бы В хорошем смысле Заболел этим футболом А потом Конечно же уже Ну Уже акцентировать На какие-то там Дальше там Профессиональные Качества Да Поэтому Ну вроде как Идет Будем надеяться У нас началась Выкладка мяса Приступили к непосредственному Процессу готовки Хотела спросить Виталия Как футболист И как Имеющий сына На твой взгляд Футбол Как воспитывает Именно человека Как личность Он дисциплины Больше добавляет Упорство То есть Ну вот Что приобретает Ребенок Вместе с тем Когда начинает Заниматься спортом Ну футболом В частности И вообще спортом Ну прежде всего Дисциплина И во-вторых Наверное Идти к поставленной Цели То есть Я думаю Это для жизни Очень как бы По жизни Это очень Сильное качество И правильное Потому что Если человек идет И это тяжело И он останавливается То он никогда Не достигнет Своей цели А спортсмен Не только футболист Я думаю В любом виде спорта Это люди Как правило Амбициозные И те люди Которые играют Футбол профессионально Достаточно хорошем уровне Они все максималисты И они способны Перебороть себя И достигать эту цель Поэтому я надеюсь Что из него Получится футболист И он приобретет Эти нужные качества Для жизни Потому что Футбол уже не вечен Все равно В футбол есть Определенные Возрастные Скажем так Рамки Жизнь дальше Будет продолжаться Поэтому эти Качества необходимы И я думаю Что это очень большой плюс Ну что Запах обалденный Выглядит тоже Все очень аппетитно Давайте его извлечем Я уверена в этом Давай я достану Приступим К одному из самых ответственных Деревяшку дай мне Подни сюда Нет, зачем Клади сюда Она же это Анжели 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 Та-дам Супер Красота Класс Выглядит очень даже Пахнет К сожалению Камера не передает Еще Чувств обоняния Но запах Я вам говорю Очень Шикарный Можно сказать Ну что Будем Остыть Разрезать Сейчас оно Наверное Немножко Примет форму И будем Разрезать И пробовать Дегустацию Устроим Точно Будем пробовать Будем Ну что На готовке Очень Очень Вкусно Чеснок От Хозяина Дает Все Чеснок Сделал Все Очень Очень Вкусно Ну что Же Наше Праздничное Блюдо Готово Можно Садиться За новогодний Стол Дегустировать Что мы уже собственно говоря И сделали Напоминаю Что сегодня мы были в гостях У семьи Виталия Калешина И вместе с его супругой Готовили мясо по-французски С наступающим всех Новым годом Всего вам самого доброго В наступающем году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова